здравствуйте мои дорогие я ведущий преподаватель академии красоты лотос сегодня я хочу вам показать наш урок прям напрямую урок я занимаюсь с учеником и мы с ним делаем амбре и вот вы прям увидите как мы делаем от начала и до конца схемы конечно мы упускаем но если внимательно посмотреть то все понятно итак поехали она мы будем амбре делать из двух цветов ближе к осени поэтому у нас делает ученик сидит пыхтит вот видите я как раз объясняю поехали у нас будет амбре и с переходом из салатового в желтый повеселить себя то грустная осенью совсем глубокое становится и так если вы работать будете желтым цветом и тогда желтый нам нужно протянуть целиком что мы с вами сейчас и сделано так чтобы не просвечивал он все-таки во всех почти во всех коллекциях просвечивает мы его целиком протянем честно быстренько его лучше прихватим на минуточку и будем продолжать переход вот у нас будет из салатового вот из такого цвета в желтенький вот они хорошие оттенки и так начинать мы будем с темного переходить будем светлый так интереснее амбре смотрится все уже знают поехали высушили на цвет теперь наносим мы наносим наш темный цвет вот он супер вообще вот мы нанесли темный цвет но для того чтобы у нас был хороший амбре нам нужна небольшая толщина на стыке цветов и теперь светлый темного цвета должно быть чуток поменьше потому что мы его будем натягивать на светлый и он может нам сожрать светлый так вы помните что на стыке мы вот так немножечко под навалили цветом от кутикулы не гоните потом подрисуете первое что мы с вами должны сделать втянуть цвет кисточка у нас есть специально эти подготовлены специально кистюльку растопырен нам и так втягиваем цвет ли гонечко совсем вот так вытерли кисть поехали поработать делать наши амбре амбре должно у нас получится если мы все правильно с вами делаем должно выйти в один слой по крайней мере у всех у наших учеников в один слой получается доходим до последней ворсинки переходим до последней ворсинки влево либо идем вправо до последней ворсинки здесь также вытираем кисточку когда много зеленого тянется много темного цвета если тянется то вытирайте кисточку еле-еле теперь обратите внимание цвет на у нас смешался видите но чистый цвет тоже должен остаться не нужно доходить до самого конца вы запачкаете чистый цвет он у нас остался наверху и остался внизу теперь переворачиваем руку клиента а это будет на секунду руку а это будет вот так и идете отсюда сюда со свободного края вот в данном случае это будет выглядеть вот так вытерли кисточку чтобы не было грязи и поехали натягивать желтенький носоватый плавно не бегаете по типсу очень плавно тянем ученикам мы еще показываем схему как это делается вот видите прям колбасочка колбасочка у нас идет под кисточкой стягивается легонечко не давите иначе у вас просветы будут оставаться идем 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 вот так плавно доходим до краев самой последней ворсинкой в кисточке вы должны запомнить что чистый цвет должен остаться здесь чистый то есть тот цвет который вы наносили на нем нет номера и внизу тоже чистый а переход должен быть по центру не видите цвет туда сюда сюда туда до самого конца здесь будет не настоящий цвет не тот который вы хотели пожалуйста вот он вот смотрите у нас какой переход получился у насти ты еще не сушила молодец какая умница очень хорошо даже нечего поправить да он чуть-чуть у тебя оттек на кончик лишь на собак под собралась вот когда так собирается нужно под снять иначе он может закипеть в лампе вот эти вот излишки это подсними да и по бокам тоже очень хорошо вот суши более сложные цвета это переход из четырех цветов вот они четыре да вот четыре цвета в принципе мы можем тоже добавить сюда еще один цвет и развести его но это будет тогда долго конечно давай попробуем надо было сразу конечно сделать но тем не менее мы еще не высушили можем добавить цвет еще один опять так же те те же самые движения втягивания вот наше втягивание все все те же самые движения плавные оттягивающие на миллиметр главное до конца кисточки доходите до конца ведь насти дела первый раз сидит со мной сделала такую красоту но здесь когда у вас получается грязь в принципе переход неплохой вымешивается цвет все таки подтягиваете вы подтягиваете излишки убираем теперь переворачиваете руку клиента идете это всего лишь первый слой три цвета мы немножко по-другому делаем тут я решила просто вам показать сама посмотрите хочу как она получится если добавлять вот приспичило клиенту добавить хочет цвет чуть-чуть повозиться придется здесь он как раз смешался он неплохо получать еще раз переворачиваете нас давай еще какой-нибудь цвет сделать переходе понравилось мне тоже вот плавно 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 главное доходите последней ворсинкой до края видите как хорошо получается все просто главное чтобы гей-лаки ваши не были текучими не расплывались на бока плавненько и с одного раза ногти у клиента намного короче чем мы на типсе делаем такого у нас еще нет нашей коллекции брышек ну вот сейчас мы будем его сушить подстянем так чтобы все-таки цвет лежал дугой не полосками на не считывается тогда прекрасно поправим здесь потом поправляйте у кутикулы сначала высушить потом подкрашиваете в зоне кутикулы сразу не делайте иначе все затечет я делаю на типсе поэтому сейчас делаю перед лампой вы на клиенте подделывайте потом после того как высушите амбрешку тогда только и подтягиваете вот пожалуйста с первого раза с первого слоя все ложится нет никаких бочек не нужно очень много тратить времени теперь перед тем как сушить у нас же подстег немножко цвет чтобы он не закипел в лампе не вспучился мы немножко бокоухи подберем вот и оставим него сушиться поставим в лампу надеюсь вам всем понятно очень просто делается андре главное чтобы от была кисточка подготовлена вот она чтобы не сбивалась в кучку что категория потихло и цвета не были жидкими вот смотрите и главное не давите видите она давила получила дырку все когда закроете топом просушим закроем топом амбре станет еще нежнее а вот цвет из двух цветов я делала закрыла топом видите какой шикарный переход и где он у нас станет я просто сюда его хотела поставить вот так вот вместо этого поставим топом лучше закрывать без липкого слов это свой покрыл покажи что получилось вот видите топ как будто выравнивает из глаз поближе чуть-чуть сюда покажи о вот что у нас получилось и у меня тоже будет красиво вам все выровнять топ силиконовый прекрасно все выравнивает сам ложится идеально блестит сумасшедшим образом прекрасно ну вот девочки мы с вами научились делать амбра для этого нам понадобилась кисточка брошки мы ее подготовили заранее чтобы она не сбивалась дальше нам понадобилось два цвета желательно какой-нибудь кислотный кислотный вот он кислотный всегда хорошо смотрится с любым вы делаете на конце кислотный цвет так у нас тут уже какой-то другой цвет пошел у нас тут переход стала настя делать из синего голубой и что нам еще больше в принципе ничего салфетка конечно салфетка нам понадобится потому как нам кисточку постоянно нужно вытерать видите сколько раз и вытирала все вот у нас переход из двух цветов а вот из трех вот два цвета а вот три цвета вообще молодцы вот какая красота вот подумала что это вот такого у нас оттенка еще нет кстати вместе желтым как вам амбре шикарно получилось и у меня и ученика объяснили мы как положено так что если хотите увидеть новые темы пишите нам в комментариях мы снимем новые видео каждую недельку стараемся для вас пожалуйста ставьте пальчики вверх делитесь с друзьями нашим видео а мы идем дальше всем пока пока временно